На прошлой неделе в Самарканде состояло заседание Совета глав государств-членов ШОС. В соответствии с повесткой дня в саммите обсуждены состояния и перспективы развития сотрудничества в востребованных сферах и направлениях деятельности ШОС. Главным итоговым документом стала Самаркандская декларация. Принято рекордное количество соглашений, концепций, программ и иных решений. Всего 44 документа. В Академии государственного управления при президенте Республики Узбекистан состояла встреча, посвященная Самаркандскому саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Саммит ШОС. На его полях проходило обсуждение глобальных вопросов региональной и международной повестки. На протяжении нескольких дней к Самарканду были прикованы взгляды мирового сообщества. По данным аналитического сайта tgstat.ru в мессенджере Telegram с 1 по 18 сентября в шести странах мира на шести языках было опубликовано свыше 51 тысячи публикаций. Согласно рейтингу стран по количеству публикаций и охвату пользователей на первом месте Узбекистан 26 311. Далее идут Россия, Иран, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. К тому же было подписано рекордное количество документов, всего 44, среди которых соглашения, концепции, программы и меморандумы. Главным же является Самаркандская декларация, в которой зафиксированы основные итоги саммита и консолидированные позиции всех стран-участниц ШОС. Содержательным и богатым на предложение стало и выступление президента Узбекистана Шавката Мерзиёева. Об его ключевых пунктах говорили и участники данной встречи. Наш президент ставит задачу. Дальнейшее развитие Шанхайской организации сотрудничества должно быть связано с научной разработкой. Научной разработкой перспективных направлений. Прежде всего, конечно, изучение научных основ этой организации и прогнозирование, какие могут быть направления, отвечающие интересам всех стран. Сегодня мы не только включаемся в формат международного сотрудничества, мы даже находимся в формате этого движения. То есть мы сами инициируем, мы сами становимся драйвером расширения и развития таких организаций, как Шанхайская организация сотрудничества. Как отмечают эксперты, можно с уверенностью сказать, что организация продемонстрировала укрепляющийся из года в год активный статус, состав и число участников. Привлекательность организации во многом обусловлена тем, что, как сказал президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев, ШОСК должна оставаться полюсом притяжения без разделительных линий во имя мира, сотрудничества и прогресса. Саммит имеет исторический характер. Здесь были выдвинуты очень много вопросов, касающихся зеленой экономической зоны, инвестиций, торговли, продовольственной безопасности, глобальной и региональной безопасности. Нашим президентом было выдвинуто именно предложение подготовки стратегии Шанхайской организации сотрудничества до 2040 года. Многие СМИ отметили о том, что Узбекистан открыт, он является той страной, которая идет быстрыми темпами развития. Сегодня ШОСК не просто остается одной из самых авторитетных международных организаций, но и сохраняет принципиальную приверженность своим основополагающим принципам. Внеблоковый статус, ненаправленность против третьих стран, открытость, консенсус, доверие, обоюдная выгода, равенство и взаимное уважение. Продолжение следует...